Привет! После того, как в прошлом видео мы с вами опросили модуль ввода-вывода из линейки MX110 с помощью PR-ки, на PR200 у нас остался еще один незадействованный интерфейс RS485. Предлагаю подключить к нему панельный контроллер SPK107. И в этом случае именно SPK будет у нас устройством мастер, а PR-ка будет устройством подчиненного. И те данные, которые мы получаем с модуля ввода-вывода, мы будем выводить на SPK. Ну и давайте добавим немножко конкретики. Ту температуру, которую мы считывали в прошлом ролике с модуля ввода-вывода, мы будем передавать на SPK. А на SPK, в свою очередь, можно будет вводить уставку, которую мы будем передавать на PR200. И на PR-ке, собственно, эта уставка будет сравниваться с измеренной температурой. Ну и для начала научим PR-ку работать в качестве slave-устройства. Для этого заходим во вкладку «Прибор» в раздел «Настройки прибора». После прошлого ролика у нас уже есть здесь один добавленный настроенный интерфейс. Мы с вами добавим еще один. В его настройках выберем номер слота 2. Это оставшийся свободный слот на PR200. Режим работы будет slave. Остальные настройки — это скорость, четность, число стоп-бит и бита-данных — мы ставим без изменений. Перейдем в элемент, который автоматически добавился внутрь этого слота. Это элемент, который называется SUM. Собственно, это и есть наш PR-ка, наш slave. Переименуем его в PR200. Адрес можно оставить по умолчанию. PR-ка у нас в этой сети будет одна-единственная, поэтому конфликтов по адресам никаких не будет. Галочки старшим байтом и старшим регистром вперед — в случае, если PR-ка slave-устройства ни на что не влияют. Теперь давайте сформируем список переменных, которыми будем обмениваться с SPK. Первая переменная будет называться температура. Будет она переменной с плавающей запятой. И нумерация регистров в slave PR-ке начинается с 512. То есть эта температура будет занимать два регистра 512 и 513, потому что числа с плавающей запятой всегда занимают два регистра. Добавим еще одну переменную и, как вы видите, она автоматически разместилась в регистре с номером 514 в следующем свободном. Назову ее уставка, сделаю ее с плавающей запятой и, соответственно, она будет занимать регистры 514 и 515. Теперь мне необходимо измеренное значение с модуля передать на SPK, то есть ту переменную, которую я считал с модуля, записать в переменную, которая отправится на панельный контроллер. И эту температуру мне необходимо сравнить с уставкой с помощью функции FGT. Результат этого сравнения запишу на первый выход PR-ки. Ну и давайте добавим на экране возможность видеть значение уставки. Для этого на экране добавляем элемент ввод-вывод float. Привязываем к нему переменную из сетевого слота под номером 2 нашу уставку. Подкорректируем параметры отображения. Сделаем количество знаков 4, текст до и текст после также с вами подпишем. И параметр редактируем и поставим значение нет. Поскольку эту уставку мы получаем с SPK. И меняем, соответственно, там же. Теперь этот проект надо загрузить в PR-ку и можно переходить к SPK. Для программирования SPK мы будем использовать с вами софт, который называется Codesys, если быть точным, Codesys версии 3.5 SP14. Подробно о том, как это все скачивается и устанавливается, мы уже рассказывали не один раз в наших роликах. Я думаю, что ссылочку мы оставим в описании. В общем, нам нужно сделать здесь практически то же самое, что и в WinLogic. Надо создать проект для SPK. Я его создаю с помощью шаблона, в котором уже добавлен ряд компонентов. Это различные визуализации и шаблончики для настроек интерфейсов. Тут я сделаю пару вещей. Я удалю стандартную программу PLC-PRG и добавлю сюда новую такую же, с тем же именем, но на языке CFC. Для того чтобы нам с вами было удобнее, поскольку WinLogic это язык функциональных блоков графический и в Codesys хотелось бы видеть точно такой же. Теперь я удалю неиспользуемые интерфейсы. Я буду пользоваться интерфейсами RS-485.1. Соответственно, остальные из этого шаблона мне нужно удалить. Ну и давайте научим SPK быть мастером в этой сети. Для этого в интерфейс RS-485 добавляем устройство Modbus Master. А в него добавляем элемент, который называется Modbus Slave. В общем, все то же самое, что и на PR200. Теперь пробежимся по их настройкам. В интерфейсе RS-485 нужно указать номер COM порта, который соответствует выбранному вами интерфейсу. Посмотреть эти номера можно в разделе девайс во вкладке информации. Тут есть специальная табличка. Ну, в общем, мы это тоже все уже не один раз рассказывали в видео про третий QD-SYS, про PLK210 и SPK. Скорость передачи данных, чётность биты информации, стоп биты мы оставляем без изменений. Они здесь такие же, как на PR200. Но в любом случае вы должны понимать, что эти настройки должны и на SPK, и на PR200 совпадать. Теперь переходим в Modbus Master. Здесь мы с вами выбираем протокол Modbus Rtu и ставим галочку «Автоперезапуск соединения», для того, чтобы в случае потери связи связь пыталась восстанавливаться автоматически. Ну а протокол Modbus Rtu выбираем, потому что PR200 в качестве slave-устройства работает только по протоколу Modbus Rtu. Теперь перейдём в элемент Modbus Slave. Здесь указываем сетевой адрес PR-ки, это 16-ый, и прописываем регистры, которые мы будем считывать и которые будем записывать на PR-ку. Для этого в разделе «Канал Modbus Slave» нажимаем кнопочку «Добавить канал», придумываем имя для нашего канала, например, «Temp», это температура. Температуру мы считываем, поэтому используем команду «Read Holding Registers», и номер регистра указываем 512-ый, нам надо два регистра подряд, поэтому длина будет 2. По аналогии добавляем канал с названием «Уставка», его мы на PR-ку записываем, поэтому выбираем функцию «Ride Multiple Registers», код 16-ый, номер регистра, где у нас лежит уставка на PR-ке 514-ый и длина также 2 регистра. Теперь переходим в раздел, который называется соотнесение входов и выходов. Параметр «Всегда обновлять переменные» ставим в значение «Включено 2», всегда в задаче цикла «Шины», так надо сделать, чтобы все работало. И теперь обращаем внимание на то, что в отличие от PR-ки и OvenLogic-ка, коды Sys версии 3.5 не умеют автоматически склеивать две переменные типа Word в одну вещественную переменную, то есть переменную с плавающей запятой. И это нам придется сделать с помощью программы. Для этого переходим в программу PLCPRG и объявляем несколько переменных. rTemp, типа real, это наша температура, rUst, типа real, это уставка. Переменные vTemp1, типа Word, это первая часть нашей температуры, и vTemp2, типа Word, вторая часть нашей температуры. Ну и по аналогии vUst1, типа Word, и vUst2, типа Word, это две части нашей уставки. Возвращаемся в ModbusSlave, в раздел соотнесения входов и выходов, и в подэлементы температуры, температуры и уставки, привязываем эти самые переменные типы Word. vTemp1, vTemp2 в температуру, и vUst1, vUst2 в уставку. Теперь для того, чтобы склеить из двух переменных типов Word одну переменную вещественную и наоборот одну вещественную разбить на две переменных типы Word, мы воспользуемся библиотечкой, которая называется Oven Communication. У меня она уже скачена, мне надо только добавить ее через менеджер библиотек, вам, скорее всего, потребуется ее скачать. Примеров, как работать с этой библиотекой, у нас, в общем, тоже несколько, и я думаю, эти ссылочки тоже в описании будут добавлены. Из этой библиотечки нам понадобятся два элемента. Первый – это функция Word2ToReal, она позволяет склеить две переменных типы Word в одну переменную вещественную. Для того, чтобы у нас правильно две переменные типы Word склеились в одну переменную типы Reel, в случае с PR надо подключить их следующим образом. На первый вход этой функции мы подключаем vTemp2 на второй vTemp1. Вход xSwapBytes будет у нас в значении false, то есть ложь. И результат работы этой функции записываем в переменную rTemp. Для того, чтобы разбить одну вещественную переменную на две переменных типы Word, нам понадобится функциональный блок, который называется ReelToWord2. На его вход rInput мы подключаем переменную rUставка. Вход xSwapBytes также будет в значении false. А выходы этого блока передаем, соответственно, в переменные vUst2 и vUst1. Именно в таком порядке для того, чтобы все работало. Теперь проверяем этот проект на ошибки с помощью компиляции. У меня ошибок нет. И загружаем его в SPK. И будем проверять, заработает оно или не заработает. Ну что ж, давайте покрутим потенциометр и убедимся, что значение температуры меняется как на PR, так и на SPK. Теперь давайте зададим на SPK новое значение уставки. Больше, чем текущая температура. Как вы видите, это значение успешно передалось и на PR, и лампочка на первом входе погасла. Ну что ж, надеюсь, вы убедились, что PR успешно работает в одной сети как устройство Master, а в другой как устройство Slave. И с настройкой подобных конфигураций у вас проблем возникать не будет. Ну а в следующем видео мы поговорим еще о чем-нибудь интересном. Например, как продублировать управление с помощью операторской панели IPP120. Продолжение следует...